Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Деник Вебмастер и сегодня у нас тема обработка документов Microsoft Word в Delphi. Мы научимся открывать документ Word, сохранять документ Word и, конечно же, вносить какие-то изменения, какой-то текст записывать в документ Word. Для этого мы будем использовать метод Variant. Как по мне, это самый простой способ взаимодействовать с документами Word в Delphi. И, чтобы не быть многословным, давайте сейчас создадим свой новый проект в меню File, выбираем New, VCL Forms Application и поместим на нашу форму две кнопки. Свойства кнопок. Кнопка 1. Назовем ее «Создать документ Word». Немного сделаем эту кнопку шире. А вторая кнопка Button 2. Заголовок ее напишем «Закрыть документ Word». Ну и ширину тоже 150, чтобы одинаковая была ширина. Так, давайте теперь создадим обработчик события для Button 1. Выделяем Button 1 и в объектном инспекторе тоже смотрим, чтобы у нас здесь была кнопка Button 1. То есть, для этой кнопки мы будем создавать события. Он клик. Обработчик события он клик. Для кнопки «Создать документ Word». Итак, что мы делаем первым делом? В раздел «Users» нам нужно подключить модуль «ComObject». Для этого через запятую пишем «ComObject». Теперь давайте создадим глобальную переменную Word для работы с документом Word. Тип переменной «Ole Variant». И теперь, когда мы создали переменную, мы можем приступать к написанию кода нашей процедуры. То есть, что будет происходить при нажатии на кнопку «Word» равно «Create all an object word application». Здесь все похоже на то, как мы делали при работе с Excel в Delphi. В прошлом уроке я вам показывал, как создавать приложение Excel в Delphi. И там вот принцип похож. То есть, мы первым делом создаем объект. Документ Word. Следующая строчка кода «Word.Visible» равно «True». То есть, мы сейчас делаем документ, делаем приложение видимым. Давайте сохраним весь наш проект. И запустим его, чтобы посмотреть, как у нас все работает. Как видите, у нас сейчас запущено приложение Word. Но никаких документов в этом приложении нет. То есть, нам нужно еще дописать одну строчку кода, которая будет создавать новый документ в приложении Word. «Word.Documents.Add». То есть, добавить. Вот этой строчкой кода мы сейчас и создаем новый документ в приложении Word. Давайте сохраним проект и запустим, скомпилируем нашу программу и нажмем на кнопочку «Создать документ Word». Обратите внимание, вот наше приложение. Запущено приложение Word и в нем создан теперь новый документ. Документ Word. Давайте создадим обработчик события для кнопки «Закрыть документ Word», чтобы мы могли закрыть наше приложение. И более того, если вдруг какие-нибудь были изменения внесены в документ Word, чтобы при закрытии, при нажатии на кнопку «Закрыть документ Word», этот документ сразу сохранялся. Как это делается? В объектном инспекторе выбираем «Button 2». То есть, мы сейчас будем работать с кнопкой «Номер 2». На вкладке «Events» создаем обработчик события «OnClick». И для этого события, для этой процедуры мы прописываем следующий код. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Как видите, у нас в этом коде появляется новая переменная saveChange и константа vdPromptToSaveChange. Поэтому сейчас мы вот этой переменной saveChange присвоим тип allEVariant. То есть мы ее добавим вот сюда в глобальные переменные, объявляем переменную saveChange, чтобы у нас не было ошибки. И, конечно же, создадим раздел констант, где пропишем параметры нашей константы vdPromptToSaveChange. Сохраняем наш проект, запускаем приложение, создаем документ Word, запишем какие-нибудь данные. Ну, например, привет, это моя первая работа в Word. И с помощью нашей же программы, с помощью кнопки закрыть документ Word, сейчас его закрываем. Как видите, появляется сообщение о том, сохранять или не сохранять изменения в документе. Нажмем сохранить. И вот мы сохранили наш документ. Давайте сейчас уберем вот эти вот моменты, где мы напрямую закрываем документ Word, чтобы вы могли увидеть, как работают вот эти три строчки кода, которые сразу закрывают документ Word, не вызывая диалогового окна о том, хотите вы сохранить изменения или не хотите сохранить изменения в документе Word. Вот давайте вот это все уберем. И оставляем только вот эти вот три строчки кода, где мы присваиваем переменной SaveChange значение константы WD Prompt to SaveChange. Далее активный документ закрываем, устанавливаем параметр сохранить изменения и выходим из приложения Word. Давайте посмотрим, что у нас получается. Смотрите, вот мы запустили наше приложение. Создаем документ Word. Вносим какие-то изменения в этот документ Word. И теперь нажимаем на кнопку закрыть документ Word. Что происходит? Появляется сразу же окно выбора, куда сохранить этот документ. То есть диалогового окна о том, что происходит закрытие документа и вопроса о том, желаете вы сохранить или не сохранять внесенные изменения в документ Word. Этого окна у нас не появляется. Документ сразу сохраняется в ту папку, которую вы выберете. Давайте теперь рассмотрим еще пример, как добавить текст программно, как добавить текст в документ Word. Например, добавим вот такую вот кнопку на нашу форму. Дадим заголовок для этой кнопки «Добавить текст». И создадим обработчик события «OnClick». При нажатии на эту кнопку мы внесем какой-то текст в наш документ Word. Для этого мы создадим переменную «As» строковая переменная. В эту переменную мы запишем какой-то текст. Например, «Привет! Это моя первая программа в Word». Далее мы прописываем «WordDocument» равно «WordDocuments Add». То есть создаем документ Word. Конечно же переменная «WordDocuments» должна быть объявлена. И тип переменной должен быть «OleVariant». И следующее, что мы делаем «WordSelectionTypeTextS». То есть мы записываем сейчас в документ Word то, что находится у нас в переменной «As». Давайте посмотрим, что у нас получится. Сначала нажимаем на кнопку «Создать документ Word». Вот он у нас создан. Нажимаем «Добавить текст». И посмотрите, у нас появляется запись в нашем документе Word. Та запись, которую мы и хотели внести. А теперь давайте еще внесем небольшие изменения в код обработчика события кнопки «Закрыть документ Word». Это у нас «Button 2». Сделаем так, чтобы при нажатии на эту кнопку документ закрывался. Измененные данные в нем сохранялись. И больше нам ничего делать не пришлось, чтобы этот документ сохранялся в ту папку, которую мы сейчас укажем прямо в коде в нашей программе. Для этого объявляем переменную «FileName» Тип переменной «OleVariant» и в коде добавляем несколько строк кода. «FileName» «Равно» И указываем путь, куда сохранить наш документ после того, как мы нажимаем на кнопку «Закрыть документ». Я напишу «Тест Word» и «Расширение «DocX». Следующая строчка кода «WorldDocument Save as FileName» Следующая строчка «WorldDocument Close» и «World Quit» Сохраняем. Давайте посмотрим, что сейчас у нас получится. Создаем документ, добавляем в него текст и закрываем документ Word. Смотрим на диске «D» У нас появился документ «Test Word». Открываем и вот в нем записаны те данные, которые мы пытались передать через нашу программу переменной «S». Ну что ж, вот так вот простенько и коротко я показал вам, как можно работать с приложением Word в Delphi. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...